Добрый день дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Сегодня мы опять в лесу. Сегодня у нас 14 сентября 2023 года. Мы вдвоем с Леной маленькой. Лена большая сейчас сидит дома и занимается солением грибов. Мы эти дни ездили, собирали столько много, что уже все, уже не в моготу. Даже вчера, приехав в лес всего на полтора часа, набрали столько грибов, что до 4 часов утра их перерабатывали. Сушилка работает полностью, а сегодня настал день соления. Поэтому Лена большая не поехала, брошена на хозяйство. А мы сейчас в лесу. Сегодня у нас вот такой березняк с еловым подростком. И даже вот можжевельнички чуть-чуть. Мы здесь уже были несколько раз. Очень нам понравилось. Прямо вообще. Вот эту березу мы уже срезали с нее грибы. Но видать не все срезали. Потому что смотрите. О, наросли. А мы резали маленькие такие были. И это у нас опенок осенний. Собственной персоной. Но так как у нас возле лагеря прямо вон. Поэтому мы сейчас собирать не будем. Придем когда вечером. И срежем остатки. Вот, а береза длинная такая. Ну, сейчас по ней пройдемся. Видать, не все там срезали в прошлый раз, да? А все не срезать, потому что там из каждых щелей они торчат. Ну вот, а наша цель сегодняшнего похода. Это подберезовички. И солонина. А в качестве солонины вот серушечки. Млечник обыкновенный. И волнушечки розовые. Ну, волнушки уже не те, что были. Ой. Три дня назад. Но еще хорошие. Крупные. Вот. А тогда были маленькие. А вон еще, смотри. И там он под березовик еще торчит. О, очень хорошо. Это волнушки, да, вот эти стоят? Ну, отлично. Берем. Это старые. Ну да, берем самые хорошие. Чтобы мороки не было. Вот. И так вот. По сути, это березняк. Это вот елки как бы застилают. Но на самом деле здесь берез очень много. А елки только поднимаются в качестве подростка. И все. Внизу вот иголка с листьями. То есть, грибы высматривать хорошо, комфортно. Видно далеко. Ну, вот здесь и собираем. Ого. Бродим тут. И упавшие елочки. Что-то их, как-то, не видать, что-то не нравится. Он ломается. Вот. Ну, самое главное, что здесь грибы растут. Вот. Вон, серушечки. Смотрите, как идеального размера. И потрясающего качества. Все целые. Ни червинки, ничего. Вот. Вот. Прямо засолку идут. В таком виде. Замечательно. Так, ладно. Эти дни вот уже сколько? Дней пять сухо стоит. В лесу хорошо. Ничего не капает. Прекрасно. Ох. А это у нас тоже из рода мухоморов. Видите, какой вот зеленовато-желтый цвет. Желтоватая такая юбочка. С клубнем с большим. Вот. Это мухомор поганку видный. Очень похож на бледную поганку, но все-таки это не бледная поганка. Поганку видный. А это черный. А, а это колпак. Кольчатый. Вот колпак-то мы возьмем. Если не червивый. Не. За черви съели. Вот. А эти поганка видные, вот они. У них семьи многочисленные. Фу. Лезут. Гриб. Скорее всего, ядовитый. Поэтому с мухоморами лучше не связываться. Тем более, что он вот такой. Очень похож на бледную поганку. Но, тем не менее. Аммонитоцитрина. Его латинское название. Вот видите. Клубень. Многочисленные остатки. Покрывало на шляпе. И юбочка такая вот. Ладно. Пусть растут. Ну вот. Прошло буквально несколько дней. Только дня три прошло, да? Ну да. И все. Видите? И радость грибника. Опята осенние. Уже все превратились. Превратились в ничто. Вот так вот. Время делает свое дело. Ну и ладно. Ну вот это, друзья. Еще ничего. Слишком высоко. Да. Ну мы столько их насобирали. Столько. Это какой-то ужас. Вот. Обрезать. Шляпки от ножек. Три ночи подраться. Три ночи подраться. На них уже смотреть не можем. Мы их мариновали и... Мариновали и сушили. Вот. Так что и маринованные, из засушенных сейчас много. Все. Идем дальше. А вот чудо природы. Смотрите. Это был кап. Это не чага. А кап. Это нарост. На этом... На дереве. Вот. А кап. Свиль. Ну вот. Он сгнил. Внутри птичка свил гнездо. Вывела своих птенцов. И улетела. А уже на самом гнезде... Вон. Еще и грибы какие-то выросли. Древесные. Да. Вот такой вот домик был у птички. Смотрите. Красивый. Ага. Норка и... С трутовичком в качестве литка. Классно устроилось. Апартаменты. Пентхаус. Да. Да. Уж. Смотрите. Какие друзья. Ну вот здесь качество чуть получше. Можно выбрать кое-что, да? Да. Ну я думаю не будем мы. Заморачиваться. А это они же? Вот. Но. Нет. Это не они. А это вот еще одно чудо леса. Смотрите. Какие красивые бородавочки. Вот. Это дождевик. Аминь. Аминь. Господи. Грушевидный. Дождевик грушевидный. Почему так назван? А вот смотрите. Действительно груши. Ну вот. Если дождевики жемчужные растут на земле, на почве, на подстилке, то грушевидные они вот на древесине. Очень любят березы старые, разрушающиеся. Вот пожалуйста. Видите? Гнилая древесина березы. И вот здесь они себя чувствуют замечательно. Вот. Гриб съедобный. Ну как и все дождевики. Вот. Сейчас мы разрежем, посмотрим. Как он выглядит. Так. Ой. Ну вот. Видите? Такой же, как и вот жемчужный. В общем, все то же самое. Только то, что вот он растет на этом. На древесине. Вот. Причем качество вполне достойное. Вот. Они только вылезли. И они еще твердые, как эти. Как пенопласт. Ну, мы брать их не будем. Пусть продолжают расти. И радовать местных зверюшек. А вот глядя на этих опят, так и подмывает их взять. Но, как-то не хочется. Мы сейчас идем на болото. Сейчас, в общем-то, грибов у нас уже много. Сейчас мы хотим подосиновиков посмотреть. И черноголовиков подберезовиков. Если нет, тогда вернемся на обратном пути. Возьмем. Ну, вот. А опята, вот, видите. Это уже елка. Вот сейчас мы смотрели на березе. А тут вот елка. И смотрите, елку тоже жует. И не давится. Смотри, классно. Вон. А, кстати, вон береза. Я думаю, это одна семья. Вон он. И елки, и березы ест только так. Ну, здесь, чем интересно, место. Здесь как раз. Вон эти. Серушки, волнушки. Как раз вот тут они и любят. Вот в таких вот. Вот в таких дебрях. Так вот. Опенок. Ну, пожалуйста. Видите, основание елочки. Тоже ест. Здесь покрасивше будет. Да, три дня назад они на березах были. А сейчас, смотрите. И на елках стали попадаться массовым. Ой, хорошо. Ну, вот. А тут же и на березе вот. Ну, это одна грибница. Вот он. Всеядный товарищ. Если верить ученым-микологам, он, этот, опенок, может есть около 400 различных растений. Паразитирует. Как деревянистых, так и травянистых. Или травянистых. И тут тоже хорошие. Идеальные. Но ножка уже твердая. Ножка уже твердая. Ладно, пусть растут. Вот. А тут я хотел что показать. Вот смотрите. Вот это млечник обыкновенный. Этот вопрос постоянно задается. Вот смотри. Ой. А вот есть еще другие. Есть. Вот. Млечник обыкновенный. А вот еще, смотрите. Вроде бы, вроде бы то же самое. Да? Казалось бы. Ну, давайте вот сейчас внимательно посмотрим. Вот. Все-таки у млечника обыкновенного, даже в сухую погоду, она кажется, ну, вот какой-то шляпка такой вот влажноватой. А вот это вот более сухой. Это и родственник. Вот. Называется Млечник вялый. Или квелый. Мы его называем подсирушником. Он вот как бы похож, но это не сируха. Еще у него есть особенности. Вот. Если повредить ему геменофор, пластиночки, то он начинает быть, ну, сереть. Это раз. И вот смотрите. Сам геменофор все-таки немножечко другой. Этот более вот такой. Более редкий, наверное, все-таки. А этот более частый. По сравнению. Вот. И еще важный момент, что вот этот млечник обыкновенный, он еще имеет название дуплянка желтая. Почему? Что при солении, при вымачивании он окрашивается в желтый цвет. Вот. А вот этот подсирушник, или млечник вялый, блеклый, он не окрашивается в желтый цвет. Он остается серым. И когда вот, ну, вместе их солят, то и получается эти желтенькие, а эти серенькие. И потом, вот даже, вот даже глядя вот на этот, смотрите, какой, насколько он тщедушный. Абсолютно как-то не это самое. Ну, тщедушный, хрупкий, тонкая мякоть. И смысла его собирать никакого. Одно дело, о, прекрасно. Вот это в молодом возрасте. Вот. Вот какие. Шикарные грибочки. Вот. А почему надо знать? Они растут вместе. Практически на одном. Вот. Вот я повернулся, и вот тут же и эти вялые, квелые. По-моему, он вьетус. Лактариус вьетус. Его латинское название. Вот. А это лактариус тривиалис. Совсем другой гриб. Ага, ну эти ладно. Эти пусть растут. Вот. Ну, и еще важный, важный признак. Вот смотрите, если это млечник обыкновенный или дуплянка. Желтая. Ножку обрезаем. Смотрите. А у ней действительно ножка в виде трубки с дуплом. Вот. А вот у подсирушника обрезаем. А у него ножка полная. Вот. Ну, какой-то только намек есть. Ну, в основном полная. И он очень, я говорю, такой вот. Очень тщедушненький. Ну, не зря его называют вялым. Ну, вот. Еще одна. Береза. С опятами. Ох, какие. Красотули. Все равно не берем. Только, только, только начинают шарики. Смотрите. Да. Несколько дней растут. Ну, ладно. Пойдем дальше. Да. Да. Ну, что это такое? Можно так это. Издавать антологию осеннего опенка. Посмотрите, какие. Какие мощные. Причем, смотрите. Резанные уже были. Так, наверное, мы и резали. Вот. Резали. И с этой стороны. Ну, вообще. Так. Ну, это еще не все. Вот еще береза. Ну, мне кажется, это тоже одна грибница. Тоже одна грибница. И тоже резаные. Ну, видать, это были резаны дня три или четыре назад. А это вот повзрослевшие гвоздики. Вот так вот. Оставили, они выросли. Вот тоже ценный гриб. Это окаймленный. Трутовик окаймленный. Но растущий на березе. В этом окаймленном он по-латыни он как бы сосновый. Но он такой универсал. На березах тоже растет. Так вот, растущий на березе как раз и является суперлекарственным. ну, мы брать не будем его сейчас, потому что у нас и без этого есть много чем заняться. Но размер смотрите, вот, нож 26 сантиметров. Ну, 30. Да, этот, значит, в размахе где-то 30 сантиметров. Да. Ну, и что? Опята продолжают удивлять. Смотрите, какие. И причем мне кажется двух типов. Смотри. Это розовые вот эти, а это вот желтые. Совсем другие. Ну, опят осенних опять пять видов. в наших лесах. Посмотрите, какие ноги. Толстенные. Ну, вообще. Ну, от лодки, в принципе, недалеко. Можно нарезать и в ящики сыпать. Ну, может быть. Все-таки давай мы сходим, потом, если будет время, заберем. Мы еще отойти метров двести здесь от лодки. Ну, ладно. Идем дальше. Ну, вот. Опять опята. это да. Ну, ладно, ничего. Ничего, придет ваше время. А мы вот туда пойдем. А это у нас сыроежечки. уже вышли на большую вот такую поляну. Сыроежечки. Смотрим. Нет, червивые. Или честные. Нет, солите. Отлично. Успели. Вот мы и вот эти сыроежки мы солим. Просто присаливаем. на следующий день можно уже есть. Вот. Вот здесь уже. Нет, смотрите. Отлично. Только в ножке. Они стартовали по ноге. Бегут до шляпки. Но мы им ножку оставили. А шляпку забрали. Хорошо. Сегодня день просто великолепный. Настоящее бабье лето. Голубое небо, солнце, листва уже начинают желтеть. Но еще не опало. Трава зеленая, грибы красные. Ну вот. А это уже другой вид дождевика. мы там грушевидный. А это жемчужный. Видите, с такой как бы с крупкой на поверхности. Вот. Тоже съедобные грибы, но они съедобны на фазе, когда они такие жестко упругие в виде пенопласта. Вот. А вот сейчас они уже мягкие. О! Не просто мягкие, а уже зрелые. У них еще название есть дедушкин табак. О! Пух! Вот. ну и кстати, по латыни он лайка пердон перлато. Вот этот лайка пердон можно даже это не переводить, что он означает. то есть белый пердон. Ну, хорошо. Ну, и тут тот же и опята. Ага. Как они березы едят. Ай-яй-яй. Ладно, не будем брать. О! А тут какая семейка. Смотрите, серушки вместе с волнушками прям вот в перемешку на одной на одной этой грибнице на одном месте. Да, хорошо. Ну, все, идут в корзину. Ну, вот. Смотрите, волнушка прям на древесине такая. О! Пристроилась. забирай. Вот тут мы и бродим. А здесь отжившие свой век лисички. Вчера, кстати, мы ели салат из свежих лисичек. очень вкусно. Нарезали их прям сырых и с овощами смешали с лучком под майонезом. Огромный такую тарелку навернули. Прекрасно. Самочувствие после этого. Веселые. Ладно. Еще одна семья этих сержушек. О! Смотрите. Это новая волна этих сыроежек зеленых. Они уже были, потом пропали. А теперь смотрите, какие новые красивые. мы посмотрим. Удалось нам опередить червячков? Удалось. А здесь они оказались. Вот вроде бы здесь их нет. Но смотрите, вот в пластинках нет. Вот в пластинках они уже сидят. Ну ладно. мы не расстраиваемся. У нас есть что есть. А вот у нас на горизонте смотрите то серушки. Ну это хорошо. А нас вот этот заинтересовал. Смотрите, какой. Ну Клена посмотри. Его сущность. по геминофору еще более-менее аккуратненько. То есть смотри, шикардос. Все, берем. ножку срезаешь с головы. Голову отдельно, ножку отдельно. Дома уже это голова хорошая, но и ножка шикарная. Смотри-ка, продолжает расти. Ладно. режет серух. меня привлекли вот эти грибочки. Растут на дереве. Смотрите, какой. Какой цвет. это чешуйчатка огненная. Она чешуйки. Такое оранжеватое основание шляпки и с желтыми чешуйками. Смотрите, фасон какой. Шляпа. Причем в красивых тонах. Вот геменофор вот такой серно-желтого цвета. Вот. Фолиотто фламенс или чешуйчатка огненная. Несъедобный гриб одни говорят, что даже ядовитые. Ну вот. А прямо тут же прямо тут же семья лисичек растет. Но эти более такие свежие. Да, смотри. Да. Взять может быть? Можем. Возьмем на салатик. Какие. Отлично. Несколько штук. Возьмем остальные вот тоже они. Эти. Так никто и них и не взял. Засыхают на корне. Ну вот. А тут и другие грибочки есть. Вот такие семьи. Многочисленные семьи. Вот тут же и все руки и вот это. Это паутинник бело-фиолетовый. Вот он вначале он такой вот с небольшой лилуватинкой. А потом по мере роста он теряет этот фиолетовый цвет, становится почти белым. Но вот этот тон бело-фиолетовый все равно остается чуть-чуть. Вон какие. Вот. Ну гриб не съедобный. как он будем считать несъедобным. Не надо с ними связываться. Ну даже прям типа на шишке, да? Да, я вытащила прямо с шишкой вытащил. Ну это случайно. Да. очередные опята, но уже такого перезрелого вида. Ладно. Вон сейчас туда идем мы на болото. Ну вот мы достигли леса. Грибы оставили собранные. чего их туда на болото тащить? А на обратной дороге заберем. Поставили метку, чтобы найти потом в этом лесу. А нас интересуют подберезовики. И не вот такие вот болотные. Вот. А нас интересуют подберезовики черноголовики. Вот. Так что будем смотреть. Ну здесь бесчинствуют эти млечники серо... пардон. Нет. Обознатушки. Это горькушки такие. Смотрите как шикарно. В прошлый раз их не было в таких количествах. Только были как бы сигнальные экземпляры. А сейчас смотрите как пошло. С другой стороны очень хороший гриф засол. Их тоже собирают, но мы сейчас собирать не будем. Мы сейчас собираем серушки. Дело в том, что горькушка вот эта она будет расти долго в течение всего сентября. И набрать их потом можно будет и в другом месте. То, что это гриб распространенный. Ну вот этот белый нас не дождался. Ну и бог с ним. Ладно, идем за черноголовиками. А может и за подосиновиков. удастся увидеть. А вот первые черноголовички. Какие. Вот ради них-то мы и идем. Опа. Смотрите, какие красота. Угу. замечательные. этот крупный наверное уже все свое отжил. Или как. нормальный. Ага. Ладно. Так, вот еще. Эть, эть. Нормальный. Ну все, забираем. Ну вот, а мы стали замечать, что вот, допустим, березовое болото, так, и вот когда на березовом болоте начинают появляться вот елочки, вот именно вот такое болото. И как бы черноголовики чаще встречаются. Не всегда, но как бы вероятность встречи с ними возрастает. Вот такое наблюдение. Работает ли это в других местах, не знаю, но вот у нас это работает. Вот сейчас мы сюда пришли, вот елочки, ну что, будем ползать, смотреть. А вот и елочки, а вот и грибочки. Так что я говорю, у нас это работает. И еще важный момент, вот вот этот мох, вот такой, хотя и с фагмами тоже встречается, ну как-то так. цвет, да, какой, шикарный, черный абсолютно. Ладно, ходим, смотрим, вот, на болоте вот и эти стали появляться. маховик желто-бурый или масленок желто-бурый. Видите, он тут же тут же синеет, сине-зеленеет на срезе. Ну это болотные особенно так любят. Весь объеденный. Ну мы вчера принесли три корзины таких. Часть пошла на мариновку молодых, часть на сушку. не будем брать. Возьмем чисто черноголовиков и все. Вот. А тут опять эти серушечки в больших количествах. Старые уже покрываются плесенью, но молодые семьи продолжают лезть. Вот так вот. Подберезовики тоже уже плесенью покрываются. Никто их не берет. и вот здесь вот прям целая большая семья. Ну и хорошо. Берем. Ну го! А это вот целая семейка вот этих млечников блеклых или вялых. Смотрите и малыши и вот даже более крупного размера. ну в просторечии еще его называют серая сухарка. Сухарками называют горькушки. Вот. А есть еще серая сухарка. Вот они. Вот. А в Белозерском районе у этих грибов вообще фантастическое название. Их называют мертвяки. вот. И тоже собирают мертвяк. Что за гриб? Мертвяк. Когда первый раз услышал господи разве так можно? Можно и народ живет. Ничего. Вот. Идет полностью идет с оленьем. Вот. Но серушка намного интереснее чем эти мертвяки. ну а мы не ищем легких путей. Ищем исключительно вот таких красавцев. О. Вот это самый идеальный. Вот ради них сегодня шли. Смотрите. Прекрасный гриб. еще стоят. Но увидеть очень тяжело потому что вот этот маскировочный цвет настолько сливается на фоне листвы и подстилки. Смотрите. Плюс еще слизни свое дело делают. ну вот этот наверное старший товарищ уже все да пожалуй пожалуй не стоит вот а вот эту молоденькие заберем ну а это целая семья этих желтобурых маховичков тоже все короче все здесь и сыроежки и подберезки да хорошее местечко а у этих черноголовиков они же как пестрые называются бывает и вот такой окрас смотрите о это хороший но окрас вот по-настоящему пестрый смотрите какой он весь в точках в полосках а по качеству идеальный и вот у него еще особенность вот смотрите на изломе на срезе ножки он начинает вот сине зеленеть и зелесенеть ну короче такой сине-зеленый такой цвет появляется ну практически как переходная форма к подосиновику все идет в корзину а тут у нас паутинники всякие сыроежки ну эти сыроежки уже все отжили свое поэтому на них и внимания не обращаем но их тут много ладно идем дальше ну вот и на болоте на березах опята примостились видите какие ножище толстенные толстенные ну ладно пусть растут а мы продолжаем поиск черноголовиков туда туда сейчас пойдем опять попались это вот рядовка заостренная ядовитый ядовитый гриб я уже про нее рассказывал фильм у нас про нее есть вот она очень такого остро-горького вкуса а самое главное что идет вызывает отравление и вот других серых рядовок еще вообще нету она вылезает первый телосложение такое тщедушненькое мелкие серые пластинки на ножке тоже такие видно мелкие мелкие волосяные такие полосочки продольные вот на голове пимпочка вот ядовитый гриб то есть нужно уметь отличать от рядовки землистой от рядовки штриховатой ой ладно а здесь сирушки начали попадаться тоже интересно но мы берем их тоже не только под березовики ох какие красавцы смотрите окраска такая свинцово-серые с темной серединкой вот такие они млечники то обыкновенные он же дуплянка желтая он же путик и он же сыроежка о пардон серушка да вот классические у вида и малышня такого же мы все берем на кочках тут болот как бы а на кочках вот они прямостились да черноголокер веков нынче немного но зато какие красавцы смотрите о такой вот вот а в основном вот эти растут болотные болотные ну в таком возрасте тоже красивые да смотрите вот еще малышня но это уже а это старышня ну и ладно не знаю вот эти молоденькие возьмем наверное уж больно красиво смотрится смотри как устроился царь да да прям на бугорке на таком царь горы ну да ну хотя бы царь кочки ведь царь а вот и белый смотри ну-ка ну-ка глянь скрой суть о ну такой зрелый конечно замечательно не не вот саму морковину очистит от грязи ну здорово казалось бы да вот но здесь чуть-чуть повыше чем основное болото но с другой стороны прямо на самом вот вон берег уже ручья есть типа гривы что ли повыше и растительность другая а тут у нас опять серушечки это как и тут же и подберезовики вот и тут же а тут же и белые смотрите ну как они дружно живут видать условия жизни плохие они рядышком держатся кучкуются ладно берем ну вот тоже сейчас растут чешуй четки ольховы ем ну ладно пойдем дальше и здесь о какой размер у опят звери ну уже все видите вот между пластинок эти насекомыши ну ладно не будем отсюда нести там возле лодки нарвем ну вот мы повернули сейчас идем строго на солнце в поисках своих пакетов мы грибы то в пакет выспали чтобы не таскать с собой вот сейчас этот пакет надо найти а по дороге и грибочки попадаются и корзина постепенно постепенно становится все тяжелее тяжелее ну какие видите опа ну супер замечательно ладно идем дальше ну что это здесь ооо смотри точно на обратном пути попадаются ну все правильно у тебя уж почти корзина полная а еще идти еще метров 600 так еще там спрата да ну это понятно ну вот а мы сейчас возвращаемся меточку поставили где грибы оставили вот и вот практически вышли вон наши грибы дождались никто не взял лось не наступил рогами не растрепал ну и хорошо сейчас до лодки еще тут чуть-чуть осталось и вот наступил момент премиальных грибов и смотрите в качестве премии что ооо лена смотри 4 штуки подосиновик желтобурый однако ой хорошо а сейчас идем такие грустные так нам что-то дедушка и не дал подосинович и вот на обратном пути сказал нет есть они у нас вот вам ну спасибо а тут белый грусть старый срезанный кто-то собирал ну вот хух да больше а больше не видно ну ладно теперь знаем место что здесь растут белые грузди будем вовремя приходить вот идем еще у нас премиальные на этот раз белые грузди ой старенькие уже жаль 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 вовремя надо ну вот этот хороший так этот ну такой проблемный секторальный общение нормально в ножке чуть-чуть был ой здорово так тут какие какие семьи он зарыты под под подстилкой это и съели не подавились съели это место мы всего второй год туда ездим открыли его через космической сети фотографии поэтому изучаем вот этот хороший и этот хороший вот теперь будем знать что здесь растут белые грузии будем ездить в это место я в навигаторе поставил меточку о какие так вот еще хороши премиальные грибочки это даже желтенький но не червивый а вот это червивый и вот еще да вот он так они любят вот так прятаться замечательно замечательно вы все в корзинку их у а вот еще старый уже сгнил не выдержал так у нормально здесь то есть вот когда мы были 10 даже мы были первого числа уже там были первые первых мы находили на берегу надо было идти в лес все это время но это старый-старый-старый и он тут тоже большой эти какой тоже старый ну ладно и на этом спасибо место указал теперь будем знать куда за белыми грузьями ходить да как здорово то смотри какие красавцы это да так и домой не дойдем отлично отлично эти с небольшим вот опушением на по краешку очень хорошо ну ладно ну так мы и до дому не дойдем мы тут сейчас думали этих он опять паре по нарезать вот а потом когда пригляделись да как то и не хочется опять когда вот такие грибы тут смотрите это все грузди белые замечательно берем они и дальше ну это вот старый а вот по подстилке спрятались вот спрятались так что их будем резать у это на берегу то люди свинухи бесчинствует рисунок то какой где то дождей не было видать они растут и трескаются но эти грибы мы не собираем советуем более того категорически рекомендуем не брать ну вот мы и пришли сегодня у нас было 14 сентября собирали грибы вместе с Леной ну вот наш урожай вот вот собрали две корзины и еще вот два ящика с серушками и с волнушками немножко лисичек вот так что такие были хороший день нам сегодня очень очень повезло гигантские заросли опят ну а пято мы не брали потому что уже все ну все на этом мы с вами грибоведы с вами прощаются до свидания до новых встреч а нам еще плыть около часа а уже темнеет все до свидания а Субтитры создавал DimaTorzok